А подходите, покупайте, а самый лучший мед у нас в деревне, вот из этих цветов сама лично собирала, сама в бутылки упаковывала, даже сама пью, подходи, налетай, один изумруд и две бутылочки меда, покупайте, големчик, големчик, не хотите медика, а? Попробуйте на палочке, вот тут у меня пробнички меда всякого разного, здравствуйте, вы не желаете мед купить? Вот, держите, всего лишь один изумруд и две бутылки ваши, очень вкусные, смотрите, сама пью, сама делала, что мы сами собирали. Ты нашу продукцию там не бухай, это только на продажу. Эй, а что мне тут делать-то, я кушать хочу. Ну ты продавай, за изумруды продавай, вот смотри, сколько посетителей, четыре вот этих фермера пришли, вот эти три голема, ничего себе обалдеть просто, на расхват, всё на расхват, давай продавай. Так, молодые люди, вы за прилавок-то не становитесь, я же продавец, вот с этой стороны, в очередь, в очередь, всем хват... Молодой человек, пожалуйста, уйдите, вот из-за стола, тут как бы я продаю, деньги считаю, уходите, изумруд, либо гони, либо ували, давай. Собрались тут все, а ты чё пучишь, мёд покупай, подходи, налетай. Кать, чисто из любопытства, а сколько ты уже успела мёда продать, а? Много. Да, много, то есть всё хорошо, вот ещё один покупатель, то есть много, да, мёда покупают, изумруды, да? Достаточно, всё хорошо у меня, бизнес прёт, бизнес прёт. Хорошо, кстати, то, что ты потихоньку отрабатываешь мои изумруды, которые ты просрала в этой предыдущей серии, это очень даже хорошо, да. Но, 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 они были пущены на благое дело, смотри, какую тебе постройку за то сделала. Ну да, она заплатила просто всеми моими изумрудами, которые я копил на книге починки, за то, что подписчики построили этот огромный мне перец. Не, как бы, Кать, реально, перец просто офигенный, я им уже любой второй день, перец крутой, да, но изумруды жалко. Поэтому я, Кать, и построил этот рыночек небольшой, притащил все наши запасы сюда мёда, как бы мы им так не пользуемся, вот, пускай она продаёт это всё жителям, отрабатывает обратно изумруды, вот. Ты давай на бочку все изумруды гони, которые ты сейчас заработала. Подожди, подожди, там сначала голема надо вылечить, смотри, да я ему железо, если у тебя есть, вылечи, потом поговорим. Хорошо, сейчас, вот, всё, всё вылечил, вот, изумруды. А почему вы все тут скопились-то, а, я не могу понять, все големы пришли на мёд, ну, вы изумруды-то давайте, а, я вам мёдика-то подкину хорошенького. На самом деле, что ты мне вообще дал, а, какую ты мне задачу дал, но это же тупые НПС, они не будут ничего покупать, мы же с тобой вдвоём на сервере. Чё ты издеваешься-то над мной? Ну, это уже как бы твои проблемы, я тебе прилавок построил, ты должна продавать мёд, и мне изумруды. Ты изумруды, вот это заработала, нет? Нет, не заработала. То есть, весь этот мёд, который я тебе приторабанил, он так здесь и остался, да, ничего не продала, только... Да хватит бухать нашу продукцию, я тебе ещё раз говорю, Кать! Прости, ну, блин, ну, зато постройка, постройка шикарная, я считаю, шикарная. Согласен, постройка, вот что-что, постройка шикарная, как бы, вот эта деревня будет славиться тем, что здесь есть огромный беструн, ну, перец, в смысле, да. Хватит бухать мёд. Катя! На, бутылочки тоже закинься и, это, не мороси тут, раз, это, самого вся, вот тут, это самое. А вы чё все стоите тут, а? Ну, если в бизнесе не прёт, давай, мать, жахнем за компанию, а? Вот, это другое дело, давай. Не чокаемся, не чокаемся, давай, мать, приятного вот этого питья. Опа. Ага. Да, 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 хорошо пошла, хорошо пошла, на, ты тоже жахни, вот. Я выпила девять бутылок мёда. Ой, мать, разнесёт тебя, так разнесёт. А, вот это тоже выпью. Десятая, да? Ты рассказывай, куда ты меня везёшь, а мы сегодня делать будем, а где сегодня будем играть, а чё-нибудь будем строить, а чё-нибудь будем плавать, там копать, выстраивать, чё будем делать. Ой, мать, у нас сегодня с тобой столько дел, ты себе даже не представляешь. Надеюсь, мы сегодня не пойдём ни в какой ад, а будем облагораживать нашу прекрасную деревню и город. Я, кстати, даже не могу представить, как ты догадалась, но именно сегодня мы с тобой в ад и пойдём, вот, ты прям угадала. Ммм, как неожиданно, я прям это подумать не могла, что мы пойдём в ад, как-то прям даже... Ты вот это обратно развердись, Катя, на меня, на меня обновление Майнкрафта. Ээээ, не, не, как... Я, кстати, эти обновления уже, они у меня, знаешь, где сидят? Я всё. А я чё, виноват, что разработчики Майнкрафта так много обновлений выпускают. В аду там кое-что прям очень нереально крутое появилось, поэтому, Катя, мы 100% это должны показать подписчикам. Ты на меня, на меня плыви давай. Ты этим своим разработчикам скажи, чтобы они больше ничего не разрабатывали, хорошо? Тогда Майнкрафт развиваться не будет, да, Катя, с тобой, короче, надо отправиться в ад, вот. А чтобы отправиться в ад, там нужно нам взять... Захвати плачущий обсидиан, который у нас там есть где-то в запасах. Нужно захватить ещё кучу вот этого... Светокамня нужно захватить. О-о-о-о, сегодня столько интересного будет, пошли, Катюх, давай. У нас нет плачущего обсидиана и нет светокамня. В смысле, мы 2-3 серии назад там стак почти плачущего обсидиана вот этого добыли, где он? Я не знаю, это у тебя спросить надо. А у меня-то почему спросить? Я тебе весь отдал, сказал, положи в сундук. Нет, это я тебе его отдавала. Я тебе из вентаря выкинул? Нет, я тебе отдавала. Я выкинул тебе? Я тебе. 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 Я тебе. Я тебе. Ты жопа. Ты тоже. Спасибо. Ну ладно. А что, светокамня у нас тоже нет? Нет у нас светокамня, откуда бы он взялся? Ну в смысле, так ядрить, колотить у нас только светокамня раньше было, где фонари есть, всё есть, а светокамня нет. Так, ладно, значит пришло время опять выторгавливать вот это всё. Всё, захватываем золото, я сейчас скрафчу опять вот эту броньку, золотую, чтобы нас там не били. Выторгавливать, выторговывать, правильно говорится. Ты давай не умничай, держи вот этот золотой шлем, натягивай на себе на голову и пошли. Так, ладно, хорошо, это я помню зачем нужно, чтобы нас не кусали и не били. Так вот светокамень. Ну вот, ну вот, нам три кусочка, точнее вот это, три светокамня нужно, вот уже получается один у нас есть, замечательно, вот ещё два осталось. Верни на место лампу, это наши, наши декорации, это наш дом, верни, верни. Катя, так на ёлке, там примерно блоков шесть, всё, я пошёл на ёлку, сейчас всё украду, вот. Это не твои светокамни, это светокамни ёлки, ну так пойдём в аду, достанешь, там их куча, ну оставь ты наши вещи в покое в городе, а, поставь на место быстро. Вот это, ну, вот это, ну, ну, Каролина! Каролины там уже давно нет. Вот она, над тобой. Опять? Да, каждую серию новая Каролина, вот опять её снесла. Ну, Каролина. Всё, давай запинюхайся вот это в ад и пошли в портал. Нет. Катя, ты шлем уже надела, значит надо в портал. Шлем, нет, не хочу в портал, не хочу в ад, не пойду, не буду. Я тебе обещаю то, что в этой серии ты увидишь самую милую вещь в Майнкрафте, которая только существует. Я тебе просто зуб даю, запинюхавайся в ад и пошли. Ну и какую самую милую вещь в Майнкрафте? Прыгающий единорог на батутике, а? Не, не, кое-что лучше, вот, давай, заходи. Хорошо, может быть розовые носочки с феечками? Ну нет, кое-что лучше, вот, давай, заходи. Хорошо, может быть куча-куча котиков вместо кроватки, на которых можно спать. Да лучше, чем котики, единороги и носочки с феечками, я тебе прям зуб даю. Заходи, все сама увидишь своими глазами. Хорошо, но только если ты мне сделаешь зелье ночного видения в эту воду. Ёшкины картошки. Ну ладно, все, давай, отправляйся, сейчас тебе сделаю зелье ночного видения. А как оно делается? Ночное зрение, три минуты, улучшение, на восемь минут добавляем порох, чтобы зелье было разбивное об землю, и топаем к Екатеридзе жопу. У-у-у! Дратуйте, дратуйте, так, ко мне подойди, подойди, давай, жахнем. Да-а! О, совсем другое дело. Семь минут? А что, побольше нельзя было? Это максимум. А реально, почему на семь, если я на восемь делал? Ну ладно, неважно. Короче, нам с тобой, Екатерина, сейчас надо выторговать плачущий обсидиан. По центре, всё на бочке. Дай мне золото, я тоже хочу торговаться. Держи, держи. Только всё золото не прокакай. Ну я попробую. В смысле, ты попробуешь прокакать всё золото? Ну я постараюсь, чтобы нормально так вышло, чтобы не всё профугать. А сколько надо этих плачущих обсидианов? Шесть, Катя, шесть. Вот у нас было примерно штук двадцать чем-то. Сейчас они мне гравий выбрасывают. Гравий мне по центре не нужен. Обсидиан, налетаем на кучу. У меня уже золота даже не осталось. Обсидиан, на бочку, пацаны. О, вот, 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 вот. Всё, у меня шесть штук. Всё, шесть штук? А сколько у тебя выкинул? Ну он сразу там парочку. Вот, ещё, уже девять штук. Ребят, на тебе пять штук золота дайте. Алло, куда мы обижали? Золото-то всё не израсхадывай. Ну зачем, у нас же уже есть и обсидиан. Ну я тоже хотела, чтобы они мне выкинули. А обычный-то зачем? Нам плачущий нужен. Не, ну это, конечно, всё очень здорово, прикольно. Мы там золотом разбрасываемся. И обсидианы добываем. А в чём прикол-то? В смысле, в чём прикол-то? Ну ты зачем меня сюда позвал? Ты говоришь, что-то милое будет. А ничего милого пока не происходит. Милое будет чуть позже, Катя, вот это самое. У нас тут как бы новый блок в Майнкрафте добавился. И он очень красиво выглядит. Я сейчас всем вам покажу, как он выглядит. Сейчас добуду немножко света пыли на всякий случай, на будущее, на чёрный день. Вот так. И всё, Катя, спускаюсь. Слови меня! В первую очередь крафтим верстачок. Верстачок ставим вот сюда, во, спасибо. Потом в верстачке нужно скрафтить три световых камня. Вот так. И потом всё это нужно соединить с плачущим обсидианом. И получается новый блок. А-а-ре-респаун. Короче, какой-то респаун-якорь, если его переводить. Вот. И выглядит он, Катя, вот так. Нам свет выключили. Ну иди сюда, сейчас жахнем ещё раз. А-а-а! У тебя ещё есть? Ну а ещё две штуки. Вот. А-а-а-атлично. Угу. Выглядит Катя, он вот так. А-а-а! Это как будто вот здесь вот Майнкрафт кончается, и драконья, вот эта сфера, вот, ну как мы там ходили, дракона убивали, вот почти похоже. Я не понимаю, что я говорю, но ладно. Ну да, вот именно. Короче, вот. А сейчас его надо активировать. Только активировать его тоже надо световым камнем, поэтому хорошо то, что я на будущее добыл ещё пару кусочков. Берём ещё пять световых камней, и сейчас подойди вот сюда, подойди. Сейчас будет очень приятный звук, когда мы его активируем. Смотри, Кать. Опа. Мы его активировали один раз. Можно ещё три раза активировать. И чё? Ну? В смысле, и чё? Да я тебе объясню, зачем он нужен. Вот именно, это самое главное. Ну, блок. Ну, активировали. А на что активировали? На... На что? Надо клацнуть по нему правой кнопкой. И тогда, когда ты будешь умирать в аду, ты будешь возрождаться здесь, возле этого блока респавна. То есть, не дома, возле своей кровати, а именно вот здесь. Понимаешь? Фигня какая-то. Разработчики там чё, балду пинают? Можно же просто кровать поставить, на ней поспать, и всё. И заспать, ну, засохраниться. Сохраниться тут, короче, вот это вот. А, ну, кстати, да, это тупой Эдисон, пип Эдисон. Реально, можно же было просто кровать скрафтить. А зачем мы с тобой крафтили вот этот блок? Действительно. Ну, не, он красивый, конечно, прикольный, но... Ну, бесполезный, да. Кровать тоже ничего. Бесполезный, да. Кстати, Катя... Боишься меня? Сбегаешь? Боишься меня? Слушай, ты мститель в юбке. Сюда подойди, мы же с тобой кровать сейчас скрафтим. У тебя, кстати, есть вот эта шерсть? Ещё глянем. Ещё глянем. А, держи. Реально, тупые разработчики Майнкрафта. Зачем этот блок, если можно просто скрафтить кровать? Вот, Катя. Короче, я буду пользоваться этим блоком, а ты давай будешь пользоваться кроватью. Так, всё, иди спи. Ну, всё, давай. Встретимся тут? Да, тут же. Давай. Так вот. Этот блок всё же полезный, как ты видишь, ага? Ну да, потому что в самую последнюю секунду сюда на него нажала. Так, подойди вот туда к краю, Катя. Вот сюда подойди. Ага. Так, сейчас. За что? Вот. Короче, каждый раз, когда ты умираешь, ты возрождаешься возле этого камня и теряется... Да подожди, ты ядриколоти. Кать, усп... Кать, Кать, Кать. Это месть. Ёханый бабай. Ну так вот, осталось последний... Последний кусочек остался вот этой прочности этого маяка. Яхоря. А, так это не вечно ещё? Это не вечно. Вот смотри, чтобы его дальше активировать, я тебе даю вот эти ещё блок... Да хватит гореть, ёханый бабай. Кать, подуй на меня, пожалуйста. Его можно активировать до четырёх раз. И каждый раз, когда ты умираешь и возрождаешься, он тратит одну прочность. Вот давай, активируй его ещё три раза. И он, ты смотри, как реально красиво выглядит. Сверху, как будто портал в ад. Реально. Всё, я его с собой забираю? Так его нельзя поставить в обычном мире, его только... Кать! Всё, ладно, поняла, окей, не трогаю. Всё, когда мы будем умирать, мы будем возрождаться вот здесь. Всё, очень круто. Вот, в принципе, новый... А вот самая милая вещь в Майнкрафте у нас на десерте. Мы прямо сейчас туда отправимся. А вот, кстати, кабанчики. Нам нужно найти место, где есть и кабанчики, и пиглены. Вижу живую кабанину. Вижу вот этих ушастых любителей золота. Я уверен, что там есть та самая милота, которую мы с тобой давным-давно ищем. Катя, давай за мной и не теряйся, пожалуйста. Потому что вот это чудо природы можно пропустить, если не будешь хорошо смотреть туда, куда надо. И... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, страшно. Есть у нас то, что мне нужно? Есть! 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 Вы чё, ребят, вы чё? Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Это... О, да успокойтесь! Вот это мочилово, мочилово нормально. Опять войны здесь устроили, а? Нам пришлось прибегнуть к радикальным мерам. Мы закрыли четыре пацанёнка и два кабанёнка в одной клетке, чтобы рано или поздно они залезли друг на друга. Весь прикол этой милоты заключается в том, что в новой версии Майнкрафта разработчики добавили, что три вот этих мелких пиглина могут залезть друг на друга и сесть на одного кабана. Я не знаю, как это будет выглядеть, но вот мы только что видели то, что двое залезли на одного... Двое, двое, двое! Двое, двое, двое! Залезь, пожалуйста! Давай, 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 давай! Да тут дураки! Они на пары поделились. Давайте, пацаны, давайте. Я хочу уже умилиться, и мы пойдем домой. Опа, третий, третий. Нужен третий, спаситель ситуации. Давай. Дурак. Слушай, выпили одного. Так, ладно, ты здесь сто процентов лишний. Кать, убей его. Катаются, катаются, Катя. Залежит, спаситель. Ты видела это? Ты видела это? Я это видела, правда, на одну секундочку Умри ты уже, ядрик колотит. Пацан, третий, пожалуйста, мы просим. Давай, 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 залезай, залезай. Смотри, один капот. Тихо ты. Ой, я что-то разорался прям. Ой, да так мило. Вы мои хорошие. Другие ребята. Ну вот, а ты просила носочки с феечками. Разве тебя это не устраивает? Устраивает, все. Доза мило, ты получена. Пошли скорее домой. Ой, а мне тут А тоже так надоел. Ты видела это? Ты видела? Ты смотри, в трое. Нет, это ты видел. Это ты видела? Это ты видела? Втроем сидели, короче, друг на друга, на плечи. Просто акробаты какие-то. Ой, легкоатлеты, получается. Ты это видела? Интересно. Интересно, их мамка учит этому или они сами? Вот это я, кстати, не знаю. Как они, в принципе, к такому додумались? То друг на друга просто залезли, друг на друга сидели. Вообще не говорили. Втроем, короче. Подождите, а мне интересно, а кабан-то как это все выдерживает? Он же маленький. Как он троех вот этих пухляшей-то выдерживает? Вот это загадка. Надо будет спросить у него. Да, кстати. Субтитры сделал DimaTorzok